друзья всем привет он канал джонни к целый это обзор на японскую юшу премиум подлодка и 56 он очень зашел гайд на подлодку ссср посмотрим на японца из особенностей у этой подлодки мощные торпедные аппараты их 6 с хорошими японскими торпедами с очень быстрой перезарядкой всех торпед но минус это ее большая заметность низкой автономности и очень плохая маневренность под водой стоит этот супер от хаусный юнит 10800 дублонов и разберемся стоит ли вам его покупать но есть тебе про ролик понравится то конечно подписывайся на канал и ставь лайк п.п. от 24200 по меркам подлодок боеспособность здесь большая но на практике это вам ничего не дает советская будет жить даже лучше что более ловкости до хорошей или скорости под водой то есть можно уходить от бочек в эту же ту же японскую попадает абсолютно все и 24000 заканчивается с буквально пары удачных попаданий глубинных бомб есть здесь пушка стреляет на восемь с половиной километров перезарядка 18 и работает полубронебойками крайне второстепенное вооружение но где-то поможет вам добить эсминц либо уничтожать вражескую подлодку которая всплыла на поверхность торпеды здесь 6 торпедных аппаратов все исключительно в носу похож веер чем-то на верху ругума но при этом можете кидать ну и кидаете торпеды только по штучно как дэринг причем дорожка не расходятся то есть одна торпеда идет четко по линии это удобно для того чтобы вблизи пикировать торпеды очень быстро перезаряжаются 35 секунд все 6 причем одновременно из-за того что заряжающих также 6 можно спамить задалбить этим противника используемые практически всегда только альтернативные торпеды у них дальность ходу нас план километров и высокий урон 14300 при попадании 6 торпед обычно линкор восьмого уровня заканчивается ваншотом 7 тоже есть акустические торпеды но они нам практически не нужны потому что идут на 6 километров где они могут пригодиться если вы сталкиваетесь с эсминцем используйте их потому что заведение гораздо ниже акустических и они могут успеть всплыть и уничтожить эсминец либо же если цель с гапом вы не хотите подниматься на поверхность работать из глубины 6 километров кидайте импульс и старайтесь навести торпеды бороться с подлодками им практически невозможно ну в теории конечно можно но у вас нету подобного поиска то есть вы под водой подлодку не обнаружите вражескую поэтому альтернативные торпеды автономностью 56 крайне низкая запаса автономности здесь примерно две минуты плюс еще есть три резервных блока батареи по 30 секунд приходится на этой подлодке часто подниматься на поверхность но при этом станет автономности здесь достаточно быстро и маневренность на поверхности максималка адекватно 35 и на перископе а вот на глубине она абсолютно неиграбельная маневренность под водой максималка ваш 13 6 представьте что под водой вы катаетесь на вермонте который идет на 1 2 то есть эта подлодка реально никуда не двигается из-за этого не уйти из-под глубоководных бомб либо авиаударов невозможно маскировка на поверхности свеции 56 7 целых 1 десятых километров это очень много вас будут пересвечить практически любые эсминцы любые подлодки поэтому старайтесь предугадывать появление противника и уходить на перископ в таком случае светится и 5 6 у целых шестидесятых километров что как бы по меркам подлодок тоже много но это уже конечно намного лучше чем всеми один снаряжением ограниченные запасы вареных команд в базе всего лишь один шум и пеленгатор который работает на 7 километров перед всплытием используйте этот расходник он вам покажет силуэт кораблей пройдите 7 километров и тем самым сможете сбегать столкновения например с вражескими эсминцами а также резервные блоки батарей если у вас запас автономности кончается то прожимаете их чтобы оставаться под водой также если вас светит и автономность уходит то прожимать этот расходник тем сам автономности скажем так заморозится и вы ее не будете тратить как у немцев сборка берите здесь аварийную команду тифка c1 дальше я лично поставил защиту машинного деления в третий слот я решил взять торпедный аппарат модификации 1 разгонит скорость хода торпед и так как на перископе вы светите 2 и 6 то всплывать вам надо даже чуть раньше и хватит заведения для того чтобы ударить торпедами в упор на советской иногда так вот не получается там инвиз лучше однако можно поиграть и с модерка на автономность когда у вас будет чуть-чуть лучше устанавливаться заряд батареи 2 модерки на руле и высоты кстати с этим здесь большая проблема подлодка не хочет быстро подниматься либо погружаться и сборка кэпом на первой полке возьмите ликвидатор каких-то супер альтернатив я здесь не вижу шумпеллигаторов у нас вообще почти нет их всего лишь два дальше лично я решил взять плюс 10 запасу автономности но этот перк порежет восстановление поэтому может это не лучший выбор рассмотрите тогда например мастер снаряжения дальше а третьей ячейки пригодится супертендант по сути этот перк поднимает вашу автономность потому что появляется третий заряд батарей внимательный чтобы не всплыть под действием габа противника и предугадать это дальше можно взять отчаянный повышенную производительность батарей быстрее будет восстановиться автономность когда ее становится мало и очень полезный перк усиленное крепление валов когда автономность становится не так уж и много подлодка начинает на 18 процентов быстрее перемещаться на поверхности и на перископе то есть повысится динамик собрали японцев 1 спать бой делать выводы десятый уровне карта север обратить внимание что решил я работать по линии 4 хотя арестнулся где-то на c2 мы это сделал и 56 нужно избегать встречи с кемпл потому что любая вы будет обладать снижение подводный поиск и она тебя обнаружит на перископе либо под водой сразу закидают бомбами причем у и 56 этого расходе к нет и бороться с русским пел невозможно и никак не поможешь команде работать час перк который показывает что у противника гап шлифе на упражал и мне нельзя подниматься на поверхность или на перископ я бы хотел сейчас дать обычные альтернативные торпеды шлифе ну его либо даже ваншотнуть либо сильно раздамажить но под гапом ни в коем случае потому что сразу тебя увидят закинуть бочки бой закончится для меня поэтому я пытаюсь глубины дать импульс чтобы торпеды появились по вертикали и кинул именно акустически хотя практически никогда их не сбрасываю но у шлифе на аварийки быстрые он блокирует импульс также скрещен играет смотрит на разгон и уходит от торпед шалость и не удалось автономность проседает вы должны я здесь подниматься на поверхность об закончился и буду заряжаться но спойлер здесь какой-то странный рельеф и я сяду на мель на и 56 изначально я играл по какой так я подходил к точке не заходя на нее с поверхности либо с перископа просто постоянно сбрасывал альтернативные торпеды как хуругума с кд 35 секунд и тем самым жестко сдал противника но эта тактика мне не особо начала нравиться объясняю почему обычно противники пугаются наличие подлодки на точке начинают все просто убегать ты останешься без урона да у тебя быстрый кд торпед но что толку если никто не идет при этом торпеды светит вражеский пол вражеские эсминцы и такая острота стоящего корабля кидающую торпеду мне перестал вообще заходить поэтому я на и 56 стал играть практически как на всех подлодках это мы стараемся искать линкоры всплывать с перископа и прям кидать им весь торпед альтернативных у них урон колоссальный 14000 и ваншотить примерно как и готов делает как советская 189 таком случае я начал делать урон но этой подлодке намного тяжелее дойти до вражеских линкоров из-за ужасной подводной скорости из-за большого из большой заметность то есть ты пытаешься догнать линкор всплывать тебе нельзя потому что свечи на 71 тебя сразу обнажит эсминец на перископе можно да и нужно так действовать идти за ними так скорость особо не падает но у тебя сжирается автономность когда-то на перископе и когда ты потому что к линкору скорее всего тебя и уже не будет ты можешь линкор но при этом и не уйдешь от противника да уйти на подлодке ну невозможно и также изменился отмечу что здесь нету задних торпедных аппаратов а это очень очень было бы полезно удается мне здесь отлипнуть и падаю в отличную для себя ситуацию что линкор который ничем не прикрыты почему я сказал что бой будет очень показательным вот здесь применяем пушку чтобы убить l20 очень долго приходится ковырять но это лучше чем ничего забираем новую подлодку ссср 3000 есть на всякий случай погружал сейчас на глубину потому что линкоры любят откидывать подлодки а как вы видите здесь и очень долго уходишь под воду и пока не пройдет засечка ниже 08 ты не станешься уязвим поэтому я решил избежать попадания линкоров которые все-таки или работа но у них и пмк может теперь поднимаюсь 71 заметность где-то конечно здесь есть обезьяны которые все испортят но в целом меня ничем сейчас не обнаружить так брать ли 56 себе в порт каждому не рекомендую подлодка очень артхаус на наверное самый необычный корабль или юнит в игре мир кораблей мощные торпеды с крутой перезарядкой помножаются на 0 отвратительным инвизом не сам большой автономность но еще ладно там есть заряда батарей но самое просто не играбельная скорость и 56 под водой и это катастрофа когда тебя обнаружили ты никуда не можете закидывать умираешь подлодка то есть идет на дно все и почему десятки гораздо как-то комфортнее гораздо лучше потому что почти всех десяток нормальная скорость под водой но точно не у этого японца хоть это восьмерка почему так порезали наверное чтобы ну не перегибал понятно дайте скорость под водой нормальную это подлодка будет очень токсичная обратите внимание как идут точно торпеды то есть ты подводный дейлинг и 6 торпед суммарно это примерно 70 тысяч урона тебе достаточно всплыть в упоре перед линкором кинуть 6 торпед и ты его ваншотишь здесь правда и мат который еще как-то вертится и у него хорошая птз но на кирпиц на какой-нибудь бисмарк на все такие цели хватает жесткие торпеды похоже чем-то на готов только на восьмом уровне вражеская обезьяна пошла меня пушить я дал шумопилинг увидел ее местоположение шумпилинг на 7 километров использовать его но непонятно почему здесь всего лишь один байзер и 2 с супертендантом многих подлодка не вообще бесконечные то есть ты можешь себя безопасить перед всплытием примерно два раза и здесь у меня было два варианта первый это либо идти в до талавана и мата пофиг на обезьяну скинуть просто в упор в него торпеды и возможно даже убить но у меня тогда точно заберут либо пытаться засейвится и отойти восстановить запас автономности и дальше совершать новые атаки но проблема и 5 6 то что если ты уйдешь один раз ты потом можешь остаться без урона поэтому иногда надо быть готовым отдать короче по самурайски поступить по самурайски и отправить на дону ты также кого-то заберешь я понимаю я не хочу бегать здесь все пойду за и матом автономности хватит у меня еще примерно на минуту плюс не забывайте можете погрузить на максимальную глубину и выиграть и пару секунд перед тем как лодка на счет автоматически всплывать здесь я наверное совершил ошибку не стоило давать эти импульсы на самом деле проще было кидать наводящийся альтернативные торпеды но я боялся что они не попадут и хотел все-таки сбить ямато аварийку мне удается это сделать но торпеды не попадут либо им вообще не хватит дистанции хода либо он сможет уйти конкретно 56 давайте подытожим избегаясь толковения с вражеским был с вражескими эсминцами старайтесь жать шумопилинг перед всплыть и выходить часто на перископную глубину искать одиночные линкоры у которых там нет галпа из перископа вкидывать в них 6 торпед и ваншотить но если вы ошибетесь то армии торпед здесь нет пишите когда же думаете про японскую подводку корабль очень сложный очень необычный но мне сейчас на нем реально заходит играть просто я поменял тактику не с памяти торпеда именно торпедировать в гор заканчивается п.л. но при этом ямато саду 6 торпед и это сто три тысячи урона захваченная база еще и это можно спуске под лодку очень было в целом весело просит тебе понравился ролик ставь лайк подписывайтесь на канал был джонни подлодка вообще не для всех если умеешь этот класс бери так присмотрись советская она будет проще тем пока